Коллеги, доброе утро! Приветствую всех, кто присоединился на наш вебинар. Что ж, давайте тогда начнем. Я сегодня вам хочу рассказать о голосовых решениях E-Link, о проводных и беспроводных гарнитур, сделать их обзор и рассказать о горячих новинках гарнитур E-Link. Прежде всего хочу рассказать о компании E-Link и о ее стратегии развития гарнитур. Компания E-Link это высокотехнологическая компания, которая имеет более 20 лет опыта работы с аудиотехнологиями, более 8 лет работы с беспроводными технологиями для Bluetooth. Более 50 месяцев E-Link занимался исследованием, анализа гарнитур, разработкой технологий для гарнитур. Более тысячи замер пользователей и типов ношения гарнитур они произвели, чтобы создать удобные гарнитуры для пользователя. В первую очередь, конечно, это инвестиции в бюджет R&D. Более 50% инвестиций E-Link в гарнитуры отдает. Это позволило существенно расширить линейку гарнитур. Это, соответственно, существенно сократился уровень брака, что дало возможность E-Link сделать на гарнитуры гарантию 24 месяца и разработка партнерской программы для России. На этом слайде, коллеги, вы видите ассортимент гарнитур E-Link и сферы применения. Гарнитуры E-Link делятся на две категории. Это проводные гарнитуры и беспроводные гарнитуры. Проводные гарнитуры USB и проводные гарнитуры RG9 с разъемом QD. Соответственно, проводные гарнитуры используются для офиса, в полцентрах, для работы из дома. QD-шные гарнитуры используются для офиса и полцентра. Профессиональные гарнитуры. Беспроводные гарнитуры DECT и Bluetooth можно использовать как в офисе и в полцентре, так и для удаленной работы из дома, например, в гибридном режиме. Очень удобно. Также прошу обратить внимание, что в ассортименте E-Link есть и дополнительные амбушюры, соответственно, которые можно приобрести отдельно, как поролоновый, так и эко-корр. Более подробно поговорим про беспроводные DECT гарнитуры и рабочие станции E-Link. Представьте себе стандартное рабочее место, например, для удаленной работы из дома. Это, как всегда, ноутбук или ПК с монитором. Это, соответственно, мышка. Если это ноутбук, дополнительная клавиатура, возможно, какая-то USB гарнитура или спикерфон для громкой связи. Как всегда, наверное, подключен телефон для зарядки. То есть, соответственно, порядка трех-четырех USB портов нужно. Это все подключено через хаб, куча проводов. Все это мешает и не очень удобно и эстетично. E-Link предлагает пересмотреть свое рабочее место и предлагает рабочую станцию, которая заменяет все перечисленное ранее. На картинке схематично видно, что рабочая станция состоит из четырехдюймового сенсорного экрана, на котором можно управлять входящими и исходящими вызовами по двум подключениям. Например, по Bluetooth может быть включен ваш смартфон, поставлен на беспроводную опциональную зарядку с регулировкой угла наклона и по USB, например, подключен ПК для осуществления и принятия звонков со фона. Также гарнитура беспроводная с двумя микрофонами, с системой шумоподавления. Также на борту присутствует USB-хаб, два USB-порта свободных и также встроенный спикерфон в рабочую станцию. Прошу обратить внимание, что на самой гарнитуре, я вам сейчас ее покажу, как видите, живой она выглядит. Соответственно, присутствует на гарнитуре микролифт. То есть, если вы опускаете штангу микрофона, у вас микрофон включается. Только вы поднимаете, соответственно, автоматически микрофон выключается, что очень удобно, не надо следить за индикаторами. Во время совещаний, переговоров вы всегда понимаете, у вас включена гарнитура или выключена. То есть, достаточно поднять вверх или опустить вниз штангу микрофона. Соответственно, автопарковка удобно паркуется, соответственно, заряжается. Рабочая станция WH-66 и 67. Рабочая станция WH-66 может быть как моноуральная, так и доуральная. На данном слайде представлена доуральная, то есть с двумя динамиками. В стандартном комплектации есть, еще раз покажу, 4-дюймовый сенсорный экран, в котором удобно переключаться встроенный спикерфон. Есть разъемы для подключения. Также опционально можно подключить световой индикатор BLT-60, который показывает цветом, абонент разговаривает или занят. Что очень удобно, например, для каворкингов или open space. Видно, что абонент разговаривает. Также обратите внимание на беспроводную гарнитуру WH-63. Вам продемонстрирую, как она удобно сидит, очень комфортно носить. Я сам долгое время такой пользовался. Система шумоподавления отлично отрабатывает, особенно в open space идеально работает. Про характеристики более подробно рассказывать не буду, вы и так видите на слайде. Немножко про комплектацию. WH-66 в комплектации имеет два USB кабеля. Соответственно, один из них USB Type-C. Также в WH-67, обратите внимание, дополнительно есть сменная амбушюра, ушной крючок. Варианты крепления вы увидите на слайде. И также шейный обод WH-67 поставляется в комплекте. Декогарнитуры WH-62 и WH-63. Базовая станция немного попроще. Соответственно, нет сенсорного экрана и спикерфона. Кнопки управления не сенсорные, а физические. Обратите внимание, на данном слайде версия Teams со значком Teams. Декогарнитуры версии UC есть версии Teams. Отличается только значком. Соответственно, значок Teams или серый значок версии UC. По функционалу они абсолютно одинаковые, поэтому можно использовать смело как версию UC, так версию Teams. За исключением версии Teams есть дополнительные опции, которые при подключении Teams используют. Это, например, при запланированном собрании у вас начинает кнопка мигать Teams, и под нажатием кнопки вы провалите в собрании. Или, например, если на компе развернут Teams, у вас гарнитура подключена к ПК, то при входящем голосовом сообщении у вас также мигает кнопка Teams. При нажатии и вы открываете это голосовое сообщение. Световой индикатор занятости, прошу обратить внимание, на гарнитуре UH-62 присутствует, показывает, соответственно, абонент занят или разговаривает, что, например, в OpenSpace к коллегам видно, абонент разговаривает или свободен. Также прошу обратить внимание, что данные Дектовские гарнитуры подключаются к телефоном E-Link или ПК без EHS-адаптера, не требуется адаптер, что существенно экономит бюджет заказчика. Ну и про опциональное подключение индикатора светового занятости я вам уже рассказал. Так схематично выглядит WH-63, также версии UC Teams. Обратите внимание, что показывает не только статус приема гарнитуры отключенного звука, но и уровень индикатора питания, что очень удобно, видно, сколько заряд у вас на гарнитуре. Также сенсорные кнопки в громкости, принять-отключить и отключение микрофона кнопочка вверх. Также, как и предыдущая версия, поддерживает подключение ПК и к телефону E-Link без VHS-адаптера. И также присутствует технология шумоподавления E-Link. Коллеги, по характеристикам здесь понятно. Вообще стандарт дект, дальность в открытых помещениях до 150 метров. Соответственно, в сложных помещениях со стенами, как, например, стандартный офис, это порядка 50 метров. То есть, достаточно свободно можно перемещаться по офису, не прерывая разговора, что очень удобно, согласитесь. По комплектации, прошу обратить внимание, что в младшей дек гарнитуре WH-63 нет шейного обода в комплекте. Соответственно, только амбишуру, ручной крючок и ободоголовья. Кстати, да, хочу вам показать ободоголовья, что это такое. То есть, соответственно, видите разъем, сюда подключаете гарнитуру и как стандартная моноуральная гарнитура можно ее использовать. Сейчас я попробую вам продемонстрировать, как она подключается. Достаточно быстро, буквально там за несколько секунд, мы подключаем гарнитуру и можно пользоваться. Вот, пожалуйста. То есть, всем привычная моноуральная гарнитура. Также, даже на парковке можно парковать вместе с этой гарнитурой, не снимая, будет идти заряд. Коллеги, хочу перейти к следующему блоку. Это новинка, это беспроводные Bluetooth гарнитуры E-Link, как на первом слайде я показывал. Мы их ожидаем во втором квартале текущего года. Это базовые гарнитуры BH-72 и BH-72 Lite и также версии BH-72 в комплекте с зарядной станцией. И более продвинутые старшая линейка BH-76. Отличие между двумя линейками гарнитуры BH-76 более лучшая отделка. К сожалению, образцов пока еще у нас нет. Мы ожидаем в апреле поступления первых образцов новых гарнитур. Соответственно, BH-76 чашка из эко-кожи. В BH-72 это пластик плюс. Световой индикатор по окружности показывает занятость. В BH-72 только небольшой LED-индикатор. Далее в BH-76 более продвинутый кодек APTX блютузный и система шумоподавления INC, про которую мы поговорим немножко позже. Блютузные гарнитуры E-Link можно использовать как в офисе для работы, так и для прослушивания музыки или для работы из дома. Или, например, по пути на работу с работой. То есть блютузные наушники E-Link работают в любом месте, где вы находитесь. Дома, в кафе, в пути по дороге или в офисе. Также прошу обратить внимание, блютузные гарнитуры E-Link оснащены выдвижным микрофоном скрытого пользования, который с магнитной направляющей, с автоматической парковкой. То есть достаточно нажали, соответственно микрофон вышел. Если, например, вы в пути слушаете музыку, если вам входящий звонок, вы можете как со скрытым микрофоном поговорить, так и выдвинуть штангу микрофона, чтобы собеседник ваш лучше слышал. Ну и, конечно, системы шумоподавления активны. Здесь присутствуют версии BH-72 два микрофона системы шумоподавления, в версии BH-76 пять микрофонов. Универсальная зарядная станция. Прошу обратить внимание, что версия BH-72 Lite не поддержит беспроводную зарядку, только BH-72. Соответственно, на данном слайде вы видите, как можно зарядить гарнитуру или повесить гарнитуру на удобный крючок и поставить на зарядку, например, смартфон поддерживает беспроводную зарядку или, например, смарт-часы можно зарядить. Длительный срок службы аккумуляторов BH-72 до 35 часов или до 28 часов достаточно на целый день, то есть 24 часа. Если у вас работа 24 на 7, то это и гарнитура идеальная для вас для работы. Также, как я уже сказал, старшая гарнитура BH-76 поддерживает аудиокодек Hi5 уровня APTX и, соответственно, обеспечивает чистый звук с минимальными искажениями. Вы можете в этих гарнитурах наслаждаться звуком умельчающих деталей. Также система ANC присутствует на борту в старшей версии BH-76. Она включает в себя четыре режима. Это средний уровень, высокий уровень, прозрачный для разговора и полностью прозрачный, когда вы слышите все, что вокруг происходит. Это очень удобно, например, когда вы прозрачный включаете, если вы, например, переходите улицу, да, вы как слушаете музыку, так и слышите там шум приближающего автомобиля и можете полными среагировать. Но это еще не все. Гарнитуры E-Link поддерживают фирменные технологии E-Link. Это E-Link Acoustic Shield. Как я уже сказал, это несколько микрофонов с шумоподавлением. Для BH-72 это два микрофона, соответственно, в BH-76 это пять микрофонов для системы шумоподавления ANC активной. Аудиокодек, Hi-Fi на E-PTX. Также прошу обратить внимание, что E-Link использует динамики известной DASK-компании производителей динамиков OliWolf и, соответственно, также в старшей линейке BH-76, в старшей гарнитуре линейки, присутствует система обнаружения ношения. То есть, соответственно, пока гарнитура снята, например, у вас висит на шее, они не работают, отключаются гарнитура, только вы одеваете на голову, система определяет, что вы используете гарнитуру, и она автоматически сама включается, что очень удобно для пользователя. Также прошу обратить внимание, E-Link этим очень гордится, в прошлом году наши гарнитуры BH-76 получили премию Red Dot. Это ежегодная международная премия в сфере дизайна. Более 60 лет уже это ежегодная премия, и это очень круто получить такую известную мировую премию. Далее, коллеги, поговорим про проводные решения гарнитурные от E-Link. Как вы видите, проводные решения от E-Link гарнитурные делятся на две категории. Это USB гарнитуры, которые могут быть версии как UC, так и Teams, и UD гарнитуры RG9 с разъемом QD. Ну, кто еще не знает, для чего нужны QD гарнитуры. С разъемом, соответственно, RG9 подключается к телефону E-Link. Соответственно, разъем QD позволяет, например, в колл-центре гарнитура, это для индивидуального использования, соответственно, и у каждого сотрудника колл-центра своя гарнитура. Если, например, колл-центр работает 24 на 7, то сотрудники колл-центра работают посменно. Если заканчивается смена сотрудника колл-центра, он разнимает разъем QD, уходит со своей гарнитуры, приходит его сменщик, со своей гарнитурой, подключается в несколько секунд к рабочему месту и включается в работу. Также, прошу обратить внимание, и для UH-36, и для UH-34 можно приобрести дополнительно сменные бешоры, как поролоновые, так и из эко-кожи. Также на слайде, прошу обратить внимание, новинка UH-38 гарнитура, флагманская гарнитура появляется. Немножко позже я про нее более подробно расскажу. Также обратите внимание, что версия UH-34 и VHS-34 могут быть как моноуральные, так и доуральные. Ну и версии USB гарнитур, версии UCI. Поговорим о новинке. Спрос на устройства, которые можно в двойного использования, все больше и больше. Если в обычную проводную USB гарнитур добавить Bluetooth, то это получится универсальное устройство, которое может работать как с смартфоном, подключение по Bluetooth, так и к ПК, подключение по USB. Например, это очень удобно для гибридной работы. Например, по пути на работу вы можете прослушивать музыку с своего смартфона. Приехали на работу, подключились по USB к ПК и включаетесь в работу, конференции, переговоры. Это снижает затраты и позволяет пользователю использовать два подключения в одном. Обратите внимание, UH-38 также в версии UCI Teams. Как и в дектовских гарнитурах, отличается только кнопкой. По функционалу они абсолютно одинаковые. Есть индикаторы подключения к ПК или к смартфону и индикаторы отключения микрофона. Как я уже сказал, данную гарнитуру можно использовать как для работы подключения по USB, так и для прослушивания музыки по Bluetooth. USB гарнитуры UH-36 и UH-34 версии UCI Teams. Как вы видите, так же как и в Bluetooth гарнитурах, отключается 36-я и 34-я версии премиальной отделкой. Более качественной отделкой, более качественной динамики, соответственно, функционал более качественный. Плюс дополнительно в UH-36 есть разъем не только USB, но и 3,5-й джек, например, для подключения к планшету или к смартфону. Система шумоподавления и в той, и в другой присутствует. С микрофонным шумоподавлением присутствует пульт версии UCI и Teams. Можно стандартное управление, например, при подключении к телефону, Елинка использовать. Но по функционалу пульта немножко позже на следующем слайде расскажу. Сейчас я вам хотел обратить внимание на отличия версии 34 и 34 Lite. В версии 34 амбишуры из эко-кожи, в версии 34 Lite амбишуры из поролона. Соответственно, это единственное их отличие. По функционалу USB гарнитур при подключении к телефону Елинк. Пульт управления поддержит полный функционал принять, завершить вызов отключения звука. Ну и также более продвинутый функционал, который позволяет включение к телефону Елинк реализовать. Это оптимизация аудио, повторный вызов, удержание, синхронизация громкости. Управление несколькими вызовами. И также, если, например, вы подключаете USB гарнитуру к телефону, и у вас развернута система управления устройствами Елинк в IDMP, то система в IDMP видит гарнитуру Елинк, может проверить, как о этом прошивка, и при необходимости прошивку гарнитуры можно обновить. У Елинк есть система управления USB-устройствами Елинк. Это U-Link USB Connect. Можно управлять всеми устройствами Елинк, не только гарнитурными, но и спикерфонами, вип-камерами. То есть, всеми USB-устройствами Елинк можно управлять с помощью Елинк USB Connect. Программа абсолютно бесплатная. Можно скачать на сайте Елинк. Ниже вы видите ссылочку. После вебинара вы все получите эту презентацию. Можете сами скачать данную программу, потестировать. Данная программа дает вам возможность не только посмотреть информацию по гарнитуре, но и, например, проверить на наличие ошибки, сделать тест-репорт администратору, отправить. Проверить прошивку. Она сама проверит прошивку. Если вышла более свежая, то предложит программу обновить. Дополнительный функционал в более продвинутых гарнитурах, например, в дектовских гарнитурах или спикерфонах. Дополнительный функционал, который можно настраивать с помощью приложения Елинк USB-команды. Да, коллеги. Я уже не раз говорил, что практически все серии гарнитуры Елинк, кроме QD-шных, сертифицированы для работы с Microsoft. И, соответственно, если у вас на ПК установлен, например, Microsoft Teams, и вы подключаете USB-гарнитуру, то Teams автоматически сам определяет, что у вас сертифицирована гарнитура. И буквально на слайдах вы видите, в три клика вы можете начать работу с помощью гарнитуры Елинк Стимсон. Да, коллеги. Немного поговорим про проводные RG9 гарнитуры с разъемом QD. UH-36, UH-34 и UH-34 Lite. Также, как и в USB-гарнитурах, UH-36 могут быть как моноуральные, так и доуральные исполнения. Обращаю внимание, что в RG9 UD-шных гарнитурах нет пульта управления и, соответственно, нет разъема RG9 в старшей модели. Также хотел обратить внимание про легкосъемные амбишуры. Соответственно, как и в декторских гарнитурах, так и в проводных, буквально поворотом на 15 градусов снимается амбишура. Ну, как вы все знаете, иногда попадает пыль со временем. Чтобы избежать включения звука, достаточно легким движением снимается гарнитура. Можно продуть, почистить, соответственно, и поставить на место. Также проблема с заменой амбишур сменных, которые отдельно продаются, можно приобрести. Нет, как вы знаете, у других производителей нужно аккуратно одеть, есть вероятность порвать. То есть здесь все просто. Одели, повернули, все. RG-гарнитура UH-34, как и в USB-шных гарнитурах, версии Lite, отличается амбишурами. Соответственно, еще раз напомню, версии Lite амбишуры из поролона. Ну, кому как, мне, например, более комфортно как раз с поролонными амбишурами. У каждого свои предпочтения. E-Link дает выбор пользователю, какими амбишурами пользоваться. Еще раз напомню, что при покупке, соответственно, версии Lite, можно всегда сменные амбишуры приобрести, например, с эко-кожей. Отличия между UH-34 и UH-36 это премиальные отделки 36 и более качественных динамиках. Соответственно, система шумоподавления присутствует в 34-й версии и в 36-й. Да, коллеги, в целом по ассортименту гарнитур мы с вами поговорили. Сейчас я вам немного хочу рассказать про партнерские политики, о которых я вам в самом начале говорил. И новая программа по гарнитурам E-Link. Да, коллеги, я вижу вопрос. QD-разъем, нет, не уникальный. Jabra и Poly, QD-разъем, они разные. Соответственно, E-Link использует QD-разъем стандартный Jabra. Проектная политика E-Link по гарнитурам. E-Link ценит инвестиции своих партнеров и поддерживает партнеров дополнительными преференциями в таких проектах. Это дополнительные скидки, резервирование товара, предоставление демообразов для тестирования и так далее. Что такое проектная продажа? Проектная продажа – это отгрузка конечному заказчику гарнитур, включая Microsoft Teams, на сумму больше 4 тысяч долларов в розничных ценах. Такая продажа обязательно должна регистрироваться как проект у вендора через дистрибьютора, то есть через IP-матику. Вторая политика – это рекомендованные ценовые политики E-Link. Партнеры E-Link должны соблюдать эти политики. Это рекомендованные розничные цены. Их всегда можно посмотреть в рублях на сайте IP-матика. Это SMRP, так называемые рекомендованные дилерские цены. Вы можете всегда получить по запросу своего менеджера текущий прайс с рекомендованными дилерскими ценами. Также партнерская программа E-Link. Она нескольких уровней. Соответственно, первый базовый уровень – это дилер, авторизованный партнер по гарнитурам. Здесь легкий старт, ничего сложного нет. Это достаточно подписать договор с дистрибьютором, разместить у себя на сайте информацию о гарнитурах E-Link. Если вы реселлер, то, соответственно, разместите ассортимент. Все модели E-Link, если вы системный интегратор, и у вас нет возможности разместить конкретно модели, вы можете просто указать E-Link как своего поставщика. И, соответственно, соблюдать политики, про которых я вам говорил. Это проектные политики и ценовые политики. Какие возможности даже на базовом уровне получает партнер? Это уровень церквилер на регулярные закупки. Как я уже сказал ранее, на проектные продажи вы получаете еще дополнительные скидки. Это регистрация проектов и получение проектных скидок. Преселл-поддержка в проектах. В базовом статусе дилеры уже получают при регистрации проекта преселл-поддержку. И также дилеры доступны предоставление демооборудования в рамках проекта для предоставления заказчику. У нас большой демо-фонд, вы всегда можете обратиться для получения демо для демонстрации заказчика. Второй, более высокий статус – это премиум-партнеры. Какие основные требования, чтобы получить статус премиум-партнера? Это, конечно же, достижение минимального уровня закупок гарнитуром E-Link. Это обязательно уже, если дилер рекомендуется указать, то для получения статуса премиум-партнера это обязательно на своем сайте разместить информацию о гарнитурах E-Link. Это должно быть отсутствие нарушения по политикам E-Link, соответственно, проектные и ценовые. И обязательно заполнение опросника E-Link премиум-партнера. Какие преимущества получает премиум-партнер? Это, конечно же, дополнительная скидка от дилерской цены, которая соответствует примерно 5%. Это приоритетное предоставление новинок. Как вы знаете, новинки всегда приходят в первая партия в ограниченном количестве. И приоритет получения этих новинок получает премиум-партнер E-Link. Это возможность получения маркетинговой поддержки по совместным акциям рекламных компаниям, как от E-Link, так и от дистрибьютора. Это предоставление демообразцов по специальным ценам. Соответственно, если вам необходимы образцы гарнитуры для вашего шоу-рума или для постоянной демонстрации заказчиков, вы всегда можете обратиться и по специальной демоцене их приобрести. И также это возможность получить бесплатного образца для тестирования. Ну, обязательно нужно, соответственно, протестировать и предоставить отчет о тестировании этого образца. Ну, образец выдается только один от USB. Также, кроме поддержки E-Link, компания Epimatic осуществляет поддержку по гарнитурам E-Link. Это, как я уже сказал, постоянно поддерживаемый складской запас гарнитур не только в Москве, но и во всех городах-миллионниках, где присутствует Epimatic. Это большой демофонд. Любую гарнитуру в рамках проекта вы можете взять на две недели для демонстрации заказчику гарнитур. Это квалифицированная пресс-поддержка, помощь в остройке от конкурентов, написание ТЗ. Это и маркетинговая поддержка, совместные промо-акции. Это проведение обучения, вебинаров, как сейчас мы проводим. Также мы проводим и оффлайновые мероприятия, проводим обучение как по гарнитурам, так и по телефонии. Это проектная поддержка, защита проектов, высокого уровня техподдержка, соответственно, трех уровней пресел-поддержка, техподдержка и сервисная поддержка. То есть допродажная, во время продажная и постпродажная поддержка. Также это адаптация продукта под проектные нужды, кастомизация. В целом все гарнитуры у нас русифицированы. Есть варианты кастомизации под конкретного заказчика, с лейбом, с логотипом, написание, если необходимо, спецпрошивки. Это все тоже можно делать. Также, коллеги, хочу обратить внимание, что в IP-матике есть единственный в России демонстрационный зал, где представлены все решения e-link, как ВКС, телефонные, так и гарнитурные. Соответственно, представлены все линейки гарнитур, за исключением блютузных, которые мы получим и, конечно, тоже добавим. Это удобно для вас, для партнеров, чем? Вы сами можете, соответственно, зайти и записаться для посещения. То есть, если, например, вашему заказчику требуется несколько решений сразу показать, чтобы он выбрал гарнитурный, вы заходите на сайт демо, выбираете нужное для вас время, бронируете его. Также вы можете подключить, например, вам нужен сейл для каких-то коммерческих вопросов, обсуждения заказчиков. Выбираете, что вам нужен сейл для этого. Или, например, присейл, чтобы он мог квалифицированно рассказать технические моменты заказчику. Вы также можете выбрать присейлы или продукты, и, соответственно, они присоединятся к вашей встрече. Прийти в назначенное время и продемонстрировать заказчику те решения, которые ему нужны. Ну, в целом, коллеги, мы, как хотели, уложились 40 минут. Еще раз, это большой ассортимент как проводных, так и беспроводных решений. QD-шные гарнитуры, блютузные, дектовские гарнитуры. Новые блютуз гарнитуры появляются, что существенно расширит возможности по внедрению гарнитур E-Link. Это партнерские маркетинговые программы, и это поддержка от IP-матики. Спасибо, что прослушали наш вебинар. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Также пока есть вопросы, кто присоединился позже, с самого начала, еще раз покажу вам, как выглядит рабочая станция E-Link. Это версия VH36 Duo. Соответственно, сенсорный экран 4-дюймовый. Можно подключать до двух подключений. Это, например, по блютузу подключить смартфон и по ПК подключить по USB к сапфону. Достаточно выбрать на экране, какое вы хотите подключение, управлять какими звонками с сапфоном или со смартфона. Выбираете, соответственно, набираете номер и осуществляете вызов. Также, например, можно подключить не только смартфон, но и, например, телефон E-Link. Вы можете подключить по USB к смартфону ПК и, например, по USB второй подключить телефон E-Link. И также можно управлять двумя вызовами смартфоном с афоном с ПК или телефоном E-Link. Достаточно удобная парковка. Вы видите, она примагниченная, автопарковка. Достаточно положить, она паркуется на месте. Покажу вам, как сидит. То есть, достаточно комфортно. В таких наушниках я сам проводил целый день. В период пандемии, при удаленной работе из дома. Постоянные переговоры и очень комфортно можно целый день. Также прошу обратить внимание, что есть микролифт. Если вы опустили штангу микрофона, то микрофон включился. Если вы подняли, микрофон отключается, что очень удобно. Не надо смотреть, следить за индикаторами, включен у вас микрофон или нет. Вы всегда знаете, если штанга вверх, то микрофон отключен. Также, коллеги, еще раз покажу вам ВЕЧ-63 наушную гарнитуру. Здесь она представлена в головном ободе. Можно подключить так. Можно еще раз продемонстрирую легким движением руки. Соответственно, гарнитура превращается в удобный девайс, который можно приносить в ухи. Достаточно комфортно. Можно мотать головой. Она жестко сидит, не мешает. И, соответственно, очень качественный звук дает. Также автопарковка примагниченная. Соответственно, бросайте, садитесь на док-станцию. Здесь, кстати, вот, как я уже говорил, версия UC. Вы видите, серый значок означает, что это версия UC. Тимса версия синенький. Также в комплекте есть 8 сменных абишур. Вот так они выглядят. Аккуратный кейс. Соответственно, и уж той крючок за окном, кому удобнее такое теленошение гарнитур. Да, коллеги, я вижу, все доходчиво понятно объяснил. Вопросов нет. Тогда заканчиваю. Спасибо, что посетили наш вебинар, прослушали гарнитуры E-Link. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы ВКонтакте, Телеграме. Всем пока. Всем спасибо.